здравствуйте уважаемые подписчики сегодня у нас интересный гость сегодня поговорим о общестроительных работах так называемых что изменилось столь сложные времена можно ли сейчас строится и поэтому у нас в гостях профессионал каркасном домостроении артем борис привет для начала артем зовут меня директор строительной компании вот мой дом вот но мы строим с 13 года примерно строительный опыт у меня давнишний вот именно прям домами мы занимаемся с 13 года получается 9 лет вот в августе будет как мы организовались за это время построили ну порядка наверно там 120 130 домов разного формата маленьких больших жилых дачных там временных всяких разных в том числе и себе все же не будем уходить к тому моменту каркас на или домостроение или танки кирпичные или там сип панельные или какое сегодня у нас предмет не этот обсуждение насколько сейчас вот тяжело легко или может быть еще легче почему-то стало там виду импортозамещение стала работать в общестроительной как бы сфере вот со временем начал пандемии и вот сейчас время когда что-то происходит первое там время какой-то очень сложно потом ты адаптируешься и тебе становится но вроде как так привыкаешь уже и работаешь вроде ну как тебе нормально вот адаптируешься именно ты или клиент должен адаптироваться смотри как бы адаптируясь в первую очередь я потому что то есть именно я делаю какое-то предложение для клиента которая будет для него приемлем в это время вот клиент со своей стороны тоже адаптируется то есть но это такой параллельный процесс можно сказать но в любом случае если не будет если я ему не предложу что делать ну то есть что можно сделать то и он не сможет выбрать ну скажем так если не продается нигде масло условно то как его купишь то есть я должен какое-то предложение сформировать все таки то есть я должен быть жив как минимум и строить дома как минимум продолжать в плане двадцатого года вот как началась пандемия сначала все упало мы думали что все на этом все закончится провал был такой провал был у нас больше в голове то есть да мы все мы там некоторых ребят отпустили которых только вот наняли ну грубо говоря договорились с ним что они будут строить и мы их отпустили и потом резко начался пик когда люди поняли что все-таки частный дом интереснее чем квартиры когда тебя из квартиры не упускает в частном доме ты можешь хотя бы во дворе погулять вот очень сильно росли цены в прошлом году и у нас мы до этого всегда строили как toyota то есть toyota например вот ну сейчас углублюсь немножко то есть toyota снижает свои производственные затраты за счет того что они держат большие склады то есть они должны им поставщики должны поставлять именно комплектующие в тот момент когда они нужны на конвейере чтобы не то есть них жесткие контракты на вот у нас также было то есть мы грубо говоря клиент заключает договор мы устроим например через три месяца и мы только через три месяца все покупаем у нас просто лежит наличка когда начали резко расти цены мы поняли что этот вариант не очень и мы начали очень интенсивно все закупать но когда у тебя цены растут то чем быстренько все закупаешь и вот понадобились понадобился аренда складов и так далее на помощь изменили логистику да да полностью изменили подход именно к производству то есть к продажам не сильно изменился подход а вот к производству сильно и вот в этом году у нас такая же история причем любой рост цен мы вернее как мы в прошлом году немножко подуспокоились то есть вроде все нормально, у нас опять же лежала просто наличка. А в этом году, когда резко пошел рост цен, когда на недвижку стали расти цены на стройматериалы, то нам пришлось опять в срочном порядке все очень закупать, но для нас это было не так стрессово, как, например, в 2020 году. То есть вы уже были готовы, подушка была как бы готова? Да, у нас была сама схема работы, мы знали, как это делать. То есть у нас не было такого, боже, что делать. Мы знали, что делать, то есть у нас уже все было в этом плане налажено. Понятное дело, что нужно было все очень оперативно, там, чертежи закупить. У нас беда еще в чем? То, что у нас позиции практически все заказные. Мы не можем просто купить там 500 миллиардов кирпичей, грубо говоря, там, или лес. У нас все под конкретный дом, у нас нет типовых проектов. И это беда. Для этого нужно сделать чертежи сначала все подробно, потом подробно все это обсчитать. Хорошо, вот этот закуп в строительных работах еще был, ну, даже в прошлом году более-менее предсказуем в перспективе 7 дней, там, 5, да? Ну, вы вот, например, я клиент, я вот подписал с вами контракт, отдал там, допустим, 30-50, я не знаю, как у вас принято процентов от стоимости. Мы зафиксировали же цену в контракте, да? Вот. А сегодня такова ситуация, что вы не знаете, что завтра мы заключили, вы, получается, можете в минус уйти. Такое бывает? Или как вы с этим боретесь? Мы в прошлом году ушли в минус. Да, мы заключали договора в конце 2020 года, а в 2021 году цены очень сильно выросли. Ну, то есть, там, помнишь, 2020 год очень сильно начали осенью расти цены на лес, на металл, на все. В прошлом году большинство фирм, московские фирмы, крупные федеральные компании, они просто расторгали, они говорили, либо давайте перезаключать договор на новые цены, либо просто расторгать, мы вам вернем просто. Ну, зачем клиенту возвращать? То есть, он оплачивал, допустим, он кирпичи оплачивал, допустим, там, по 100 рублей, а сейчас я, то есть, фирма вернет ему эти 100 рублей, но он на эти 100 рублей уже не купит эти столько же кирпичей, да? И поэтому ты, получается, его подставил. Как бы... По факту, да. Да. Я понимаю, что это форс-мажор. Я всегда смотрю с той позиции, чтобы, несмотря ни на какие форс-мажоры, работа была выполнена. Я вот помню, ну, несколько лет назад, у тебя, ну, как не лозунг даже такой был, а, ну, в разговорах ты употреблял, что каркасный дом – это, в принципе, по цене квартиры дом. Ну, так вот. То есть, сейчас это актуально вообще, фразу? Смотри, сам дом, да, по-прежнему актуально. То есть, если квартира... Ну, хотя нет, дешевле, наверное, получается. Даже дешевле. Потому что, ну, да, смотри, вот, допустим, сейчас даже с учетом подорожания... Второй подвопрос, да, вот, как льготная ипотека сказалась на домостроение? Мы ни одного контракта не заключили по льготной ипотеке. Мы обращались и в банки, но там достаточно сложная схема, и не каждый клиент сдюжит это, и не у всех терпения хватит пройти по всем этапам этой льготной ипотеки. Все-таки льготная ипотека больше работала в крупных городах, и все-таки больше относилась к покупке готового жилья. И в основном по льготной ипотеке покупали квартиры, потому что это более распространенно. То есть для общей строительства... У нас не очень сильно это прямо вот отразилось. Даже с опытом твоей надежности компании, банки и людям... Ну, не банкам по барабану, я имею в виду. Людям-то не по барабану, конечно, но они работают с банком, и банку... Ну, у нас не сильно это развито. У нас есть банки, которые предлагали все это, но ставки даже на тот момент были порядка там 10-15 процентов. Люди не всегда связывались. У нас многие строили кто в кредит, они просто шли и брали потреб кредит обычный. Да, и просто строили дом, отдавали нам как бы... Мы так за все время, так, к сожалению, ни одного контракта кредитного не заключили, хотя мы являемся партнерами там некоторых банков. Вот, допустим, квартиры у нас стартанули, да? Стартанули в цене. Понятно, были доступны и кредиты для людей. И на вас отразилось это минусовой или плюсом? Сложно сказать. У нас это может повлиять только на продажи, но, в общем и целом, когда есть бум строительства, покупки квартир, он как бы параллельный. То есть, когда есть бум покупки квартир, то есть люди, в принципе, интересуются недвижимостью. Соответственно, они также заказывают дома усиленно. Я, кстати, не сказал про цены. Вот, например, квартиры стартуют, я не знаю сейчас от какой цены, но дома были, росла цена от 20 до 30, может быть, сейчас примерно 35 квадратный метр. В плане, какой там есть нюанс? То есть, по цене квартиры, да. То есть, дом сейчас может стоить, вот жилой, вот мы дома, в прошлом году, например, стоили, стоим средние дома, которые заказывают там 120 квадратов. Это практически предчистовая отделка со всеми коммуникациями и так далее. Это от 3 до 4 миллионов. Но это дом на 120 квадратов. Квартиры, как правило, такие не продаются, поэтому тяжело сравнивать. То есть, не получится так, что ты продал, например, однушку, да, там, площадью 35 квадратных метров, условно, и купил дом за 120 квадратов. По площади, да. Но дома на 35 квадратов никто не строит. Никому это неинтересно, да и невыгодно. Потому что, когда в доме куча перегородок, куча стены, вот такие вот маленькие комнатки, то он получается дорогой. То есть, потому что на площадь пола, на маленькую, приходится очень много площади. Ну, опять-таки, техника, рабочая, все то же самое. А объем, то есть... Да, плюс участок. Плюс участок, например, он не зависит от того, что ты построишь большой дом или маленький. Ну, примерно, в определенных пределах, да. А она тоже раскидывается же на стоимость квадратного метра, грубо говоря. Ну, вот если на данный момент взять, сейчас, понятно, немного другая вообще ситуация. Много импорта и технологий у нас уже не придут. Может быть, там и в мягкой крови, и в черепице, и в крепеже, допустим. Уже ощущается какая-то проблема, вот, нехватки комплектующих, соответственно, инструментов, шансовых, или, там, электроинструменты, которым вы работаете, расходников к ним. Дефицит... Короче, вот я тебе... Ты меня когда звал сюда, я тебе думал, блин, да я тебе не сказать нечего. Потому что ситуация настолько разнобокая, что вообще ничего не понятно. Когда только буквально там недельки три назад все взлетело в цене, и все пропало. Пропало это еще не потому, что не было поставок новых, а просто люди все как бы, хоба, мы не будем ничего продавать. Причем вот эта тенденция, она появилась не вот сейчас. У нас, например, утеплитель КНАУФ, есть такой утеплитель, завод. Они с января не поставляли этот материал на склады оптовые. Вообще не поставляли. Потому что они сидели и ждали, какая цена будет к началу сезона. В Краснодаре, по-моему, находится, да, КНАУФ? Ой, я не знаю, где он. Ну, гипсы вы, по-моему, в Краснодаре. Это гипсы, ну, они в Самаре есть, по-моему, там разные. Ну, то есть производство на территории России. У них КНАУФ инсулейшн есть, да, все на территории России. Они просто затаривали свои склады и ждали, какая же цена будет к сезону. Никто не хочет, они же помнят прошлый сезон. То есть вау, там началось все расти, а утеплителя нет. Поэтому они сидели и ждали. То есть вот некоторые поставщики вот так вот делали. Кто-то просто убрал, перестал все продавать. То есть тупо было связано с тем, что перестали все продавать. Потом немножечко люди успокоились. Они стали как-то налаживать там через какие-то другие пути поставки. И сейчас есть некоторые... В целом все подорожало. То есть вот инструмент подорожал в полтора-два раза. Какие-то комплектующие для станков, для автомобилей, все под... Ну, в принципе, ты это знаешь, наверное. Да, там резина поднялась почти в два раза. Например, колеса, грубо говоря, на машину. Вот. Какие-то стали, остались на той же цене. Потому что до сих пор есть люди, которые не накручивают втридорога. То есть они не пользуются вот этой паникой. Они продают, грубо говоря, по той же цене, за которую купили. Ну, можно сказать, вот ты говоришь, там, инструмент в полтора. Ну, все, что электрика или моторизированный, это понятно. Это все в большинстве своем не производится. Не у нас, либо комплектуха идет с зарубежья. По материалам. Лес, есть ли тенденция, например, у тебя основной инструмент... Ну, материал это лес, да, все-таки? Или нет? Нет, если бы мы срубы строили, то да. А так, утеплительные, да? Нет. Что, раскрывай? Все по чуть-чуть, Сань. Вот путем преимущества каркасного дома, представь, что мы строим срубы. Да, вот берем технологию срубы. Пропал лес, все. Мы не сможем ничего сделать. Мы строим кирпичные дома. Вот сейчас вот есть некий дефицит с кирпичами, потому что что-то возилось... Очень много что возилось из-за границы, даже основное сырье для качественных, например, кирпичей. Ну, присадки там всякие, да. Даже глины. Даже глины. Что у нас, глины нет? Ну, вот, как бы, проще было возить ее из-за границы, потому что там она была дешевле и лучшего качества, например, какие-то. Кто-то возил отсюда, да, но вот те, кто возил из-за границы, в них... В Дагестане много глины езжает. Смотри, какая. А для обычного обывателя, кажется, глины и глины, но на самом деле нет. То есть, когда ты профессионал, вот, если ты, например, пойдешь и скажешь, а что тебе эти доски не нравятся? Почему мы не работаем с материалом заказчика? Потому что клиент приходит, говорит, о, доска, и вот доска. Это 22 тысячи стоит, это 15 стоит. Нафига я буду тратить больше? Куплю за 15, но она там кривая. Не буду гробы платить потом. Да, то есть, из нее ничего не сделаешь. Поэтому нюансы вот такие. Вот, я забыл, о чем вопрос. Вопрос у нас, я ввел к чему в итоге? А, материал, дорожает. Да, дорожает, не дорожает. Будет ли это знать, что, например, ну, вот в твоей сфере дом тоже в полтора раза подорожает? Нет, почему дом не подорожает в полтора раза? Потому что, смотри, раньше было как, вот, калькуляция домов, грубо говоря. 50% это материал, ну, допустим, миллион стоит материал, миллион – работа, условно. Это всегда так. Ну, это обычно. У нас это делится примерно от 60 до 70%. То есть, это материалы, и остальные там все 30%, там 30-40% входят в все там накладные расходы и так далее. Вот. Вот, поэтому не получится, что, если подорожает что-то в два раза, то у нас в полтора. Если подорожает в полтора, то у нас где-то на 25%, условно. Вот. Потом, не все дорожает. Например, есть вещи, которые дорожают, а которые нет. Лес вот в этом году, например, подорожал там на 500 рублей, вот на данный момент. То есть, он стоил там в районе 22, стал там, ну, опять же, тут я не скажу прям точно, потому что кто-то и за 23 продавал, кто-то и за 21 продавал. Ну, понятно, да. Мы говорим о твоих поставщиках, твой договоренность. Да, да, то есть, мы говорим, подняли на 500 рублей примерно. То есть, это с начала этого года. Да, с начала вот этого года подняли там на 500, ну, кто-то, может, на 1000 сейчас поднимет. Ну, 10 кубов, это 5000 рублей удорожание произошло, да? Ну, грубо говоря. Ну, для закупки, я имею в виду, соответственно. Ну, это, ну, исходя на дом. Да, на самом деле, в цене дома это не сильно, и ты не заметишь, что-то стоило, у тебя там дом миллион или миллион пять тысяч, ну, как бы ты, ну, ладно. Ну, да, не жвачку же купил. Да, сейчас ты, когда знаешь, сколько там стоит все, ты идешь и смотришь, что-то подорожало всего лишь на 10%, надо брать. То есть, ты вот так вот сейчас рассуждаешь, ты вот такими понятиями на... Не вообще подорожал, нет, а насколько сильно. Чем меньше, тем лучше ты берешь. Вот, утеплитель подорожал, как бы, но, опять же, не сильно. Например, там стоил утеплитель в районе 4000 куб, да? Сейчас он стоит там, КНАУФ, 4,505. То есть, ну, процентов на 25, в принципе, не сильно, с учетом того, сколько проблем у них там возникло. Вот, какие-то вообще не подорожали. То есть, например, у нас есть производитель вот Балакова, ну, не прям Балаковский, Саратский. Я не буду говорить, а то скажут, что реклама там. Да, говорите. Говори, это полипрофиль. Ну, пусть полипрофиль. Да, я вот разговаривал с Алексеем, это директор полипрофиля, здесь Балаковское отделение. Он говорит, мы будем держать цены вот на этом уровне до конца апреля. При этом он говорил, в начале марта. Чтобы ты понимал, насколько крепкие у них будем выражаться. Вот, они гарантировали, что весь март 100% будут такие цены. И, скорее всего, они будут держать такие цены до конца апреля. Ну, это прям, ну, реально, остальные... Уперлись, короче. Да, уперлись и решили, что вот так вот. То есть, директор, как бы, как Алексей сказал, директор полипрофиля, там, в Саратове, не знаю, где он. Он сказал, что вот так вот. То есть, я хочу... Скидки все отменили, конечно же. Мы раньше покупали, там у нас была небольшая скидка. Отменили, чтобы позиция какая, чтобы и бабушки могла купить, и крупная строительная компания, чтобы они были на разных условиях. Я, в принципе, не против. Я на ютубе вот смотрел. Система, в принципе, не новая. Модульные вот дома. Я видел, они в разного качества. Есть обзоры их уже, там где-то что-то прыгает, там полы кто-то, там как они стыкуются. Но вот одну организацию я видел новую. Их делал 808 каналов. Чудо техники, они бывшие, да. Маленькие, простые, такие вот антикризисные. В принципе, Екатеринбург, как я понял, они производятся. Вот у вас нет такого вот... Мы бы с удовольствием их делали. Если бы у нас вот освободились сейчас какие-то производственные мощности, я бы с удовольствием буду делать. В чем преимущество таких домов? Они мобильные. Они идут... Ну, для меня больше унифицированность даже. Как-то в том плане, что за меня, например, уже подумали... Я вот не дизайнер далеко. По заднему фону точно видно. Ну, нет у меня вот этой какой-то там, да, тяги к великой эстетике. А за меня человек подумал, вот как здесь будет мебель. И он эргономику всю продумал. Вот это очень классно. Мне понравилось. В такие маленькие, как бы, площади вмещается довольно, ну, вот, как бы, конструктивный. Все качественно продумано. Вот, то есть, ну, таких в планах у вас есть, да? Есть, да. Как бы, если у нас появится возможность чисто техническое это делать, то без проблем. Мы тоже любим, на самом деле, заморочиться. Вот, когда мы делаем там 3D-проект, это прям целый процесс по творчеству. Я тоже дизайнер, я, как бы, знаешь, ну, так себе. Да, я вот такую же штуку, я с удовольствием соберу, я подумаю, вообще клево. Все же написано, все нормально. То есть, я с технической точки зрения подхожу. Вот, Екатерина у нас там рисует, чтобы что-то красиво было или еще что-то. Вот, а я хочу, чтобы вот, вот мы высчитываем по сантиметрам, грубо говоря, где будет унитаз расположен. Я вот тебя 10 раз померяю, чтобы ты не переплатил за лишние квадратные метры. Когда клиент к нам приходит и говорит, ну, вот мне надо дом на 200 квадратов. Я говорю, а зачем? Ну, чтобы было. Мало ли я захочу. Я говорю, нет, давайте сейчас сразу определимся, что вам нужно. Зачем вам переплачивать за эти квадратные метры? Поэтому мы так тоже заморачиваемся. Мы стараемся сделать так, чтобы клиент не переплатил. Артем, ну, давайте короткий тогда прогноз. Строиться-то будем, будет Балаков дома или все, в норы, в землянки мы уйдем. Слушай, я хочу что сказать. Землянка мой дом. Да, землянки. Вот, что я хочу сказать. У нас все-таки очень много людей, которые, несмотря ни на что, продолжают работать, которые, несмотря ни на что, продолжат работать. И для таких людей, вернее, как бы у таких людей будут по-прежнему заказывать люди, которые хотят жить дальше, да? Которые, несмотря ни на какие потрясения, продолжают жить и так же работать на своей работе. Вот. Мы, если все очень сильно подорожает, мы просто ужмемся. Мы заменим какие-то материалы на более простые. И, условно, я сейчас скажу, вот я сейчас демагогией займусь. Вот, был раньше, например, там, вот условно, выбор между Мерседесом и Солярисом. Конечно, ты скажешь, ну... Ну, Соната давай уж хотя бы там. Ну, нет, да просто вот Солярис, чтобы было понятно. И, конечно, на фоне, например, Мерседеса и Соляриса, ты скажешь, ты вот спросишь у меня, какой взять? Я тебе скажу, ну, бери Мерседес. Понимаешь? А сейчас, когда нету, например, Мерседеса, то есть он стал очень дорого стоить, естественно, мы с тобой будем выбирать, ты мне спросишь, Солярис или, например, Лада Грант, я тебе скажу однозначно, Солярис лучший выбор. Поэтому мы также будем просто смотреть, перерабатывать. И, например, если мы раньше считали, что вот этот утеплитель вообще ни о чем, но мы его недооценивали не потому, что он плохой, а потому, что он просто, ну, как бы на рынке, он как позиционируется, как более дешевый. Вот когда мы увидим, что, например, вот тот, который мы до этого использовали, улетел в космос, мы такие, ммм... Весьма неплохо. Весьма неплохо. И, понимаешь, мы просто перейдем, и не факт, что он будет хуже. Вполне возможно, что он будет такой же. Но мы просто, наконец-то, обратим на него внимание. Понимаешь? Когда у нас очень много денег, мы такие шикуем, понимаешь? Мы едим в ресторанах и так далее. И когда у нас денег меньше, мы же не будем меньше есть. Мы просто начнем готовить сами. Мы просто до этого были ленивые уже, да? А теперь мы возьмемся и будем сами себе готовить не менее вкусно. Поэтому, несмотря ни на что, в любом случае будем строить. Спасибо за интересный разговор. Пожалуйста. Надеюсь, что каркасное, да и любое строительство у нас никуда не денется. Люди будут продолжать покупать дома, строить семьи. Всем удачи. Пока.